Девушки отдыхают 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 В свое время, неким образом, так сказать, чуть-чуть подавлены специализированными службами, ну это надо прямо говорить, у нас специфика развития специализированных служб зашла достаточно далеко. У нас на сегодняшний день участковых врачей, терапевтов, педиатров, врачей первичного звена значительно меньше, чем врачей-специалистов, особенно в стационарных условиях, и практически это один из аспектов, который деформирует нашу систему и не позволяет ей достаточно глубоко адаптироваться сейчас к современным условиям, когда требуется перенос акцента медицинской помощи из стационарной службы в амбулаторную, переход на современнейшие медицинские организационные технологии, которые не были бы столь дорогостоящими, но были бы такими же эффективными, как стационарные. Поэтому, еще раз хочу подчеркнуть, терапевтическое сообщество, главное терапевти, все уровни, это, в общем-то, один из движущих факторов будущего развития отрасли. Ну, о перспективах. Социально ориентированную, социально направленную, систему достаточно дешевую, оперирующую, не мощный дом, вот здесь. А на уровне субъекта мы уже написали, здесь просто нет, перинатальный центр, потому что здесь специализированная помощь, здесь просто родовспоможение. Вот так, по номенклатуре все. ...объемы, в том числе к уровню инфляции, 80% от 1991 года. Дальше. Это расходы населения. Вот это вот на лекарство население дополнительно платят у нас при структуризации, но это следующие там, значит... Цель задачи на структуру Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития выглядят следующим образом. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития три заместителя руководителя, управление делами, управление государственного контроля качества, медико-социальной помощи, управление лицензированием в сфере здравоохранения и социального развития, Управление государственного контроля в сфере обращения медицинской продукции и средств реабилитации инвалидов Управление регистрацией лекарственных средств и медицинской техники Одно из ключевой задействовала система здравоохранения Сегодня нам присутствующим, имеющим прямое отношение и к первичной медицинской помощи специализированной Должно быть ясно, что две эти системы, это как правая и левая рука Они сохранятся при любом раскладе от тех позиций, о которых так блестяще доложили оба докладщика Пожалуйста, следующее Значит, и вот посмотрите, пожалуйста, мы заслушали сейчас два сообщения И действительно время подбирает настолько, вот у меня не сговариваясь, первый слайд был Видите, в нашей жизни важно не столько положение, в котором мы находимся, сколько направление, в котором мы двигаемся И сегодня мы услышали из этих сообщений, что вот этих направлений и движений их может великое множество И по какому из них мы пойдем направлению, это тоже очень большая предстоит всем работа Пожалуйста На сегодняшний день, я думаю, должно быть всем ясно, что качество оказываемой медицинской помощи Не может быть выше качества полученного нашими выпускниками медицинского образования И вот здесь, пожалуйста, следующее, потому что время На сегодняшний день, вот суммирует то, что мы с вами услышали в двух докладах Три основных направления, по которым мы должны с вами развиваться Это используем в современных организациях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые коллеги Пожалуйста, первый слой Уважаемые коллеги Мы сегодня с вами очень много знаем Очень много знаем об ингибиторах амметридин, превращающих в ферменты Наши знания настолько широки, что практически нет больного с гипертонической болезнью Или с сердечной недостаточностью, у которой бы не назначались те или иные ингибиторы Сегодня станет актуальным вопрос лечения ингибиторами амметридин, превращающего фермента В одни и химической болезни сердца Родь ингибиторов амметридин, превращающего фермента В лечении забоеваний сердца и сосудов Просетливают различные изменения по мере поступления новых данных Полученные с помощью научно-технического прогресса Направлено на снижение поражения органов мишени И только в таком комплексном воздействии возможно действительно достичь Существенных снижений риска сердечно-сосудистых заболеваний Следующий слайд, пожалуйста Нужно сказать, что предыстория тех двух исследований, о которых вам сегодня будет рассказано Меняет революционным образом наше представление об этой группе препаратов Ну, Сергей Леонидович, Федор Иванович, уважаемые коллеги По распространенности заболеваемости, хопы и ишемическая болезнь сердца Являются лидерами среди заболеваемости в структуре болезней 21 века Сочетная патология имеет очень большое значение По данным различных эпидемиологических исследований Доказано, что в структуре болезней хопы Больные с эдерами, медикам и холинолитикам Это коронкого действия Оценить состояние макроструктуры легких, холинолитиков И влияние ПТ2-холистов И влияние лизонабрила на состояние биоэлектрической активности Сетения, который является фактором, определяющим прогноз заболевания Мехроническое легочное сердце, по факторе механизмов И под влиянием различных средств происходит снижение частоты побочных эффектов лекарственных средств И, что важно отметить, улучшается их индивидуальная переносимость И важно отметить, что комбинация лекарственных средств наиболее эффективна Способна предотвратить поражение органов мыши Доказана роль гиперфункции симпатической нервной системы В развитии, прежде всего, артериальной гипертензии Многих сердечно-сосудистых заболеваний и металлогических нарушений Присуще современному обществу состояние хронического стресса Избыточное нерациональное питание с преобладанием колоритности хронической абстрактивной болезнью лёгики. Пожалуйста, первые слова. Наши исследования вначале были посвящены оптимизации антигипертензивной терапии у больных при бронхионазме. Причем мы изучали возможности всех или иных антигипертензивных препаратов как в стадии сабильного сечения. И наше, по-моему, счастье, что параллельно с этим и благоприятным процессом развивается разработка новых методов лечения. И это вполне понятно. Поэтому работать на свадьбе стало или... ...это огромная честь и огромная ответственность. И сегодня мы с вами говорим о метаболическом синдроме. Можно следующий сказать. Почему именно в тенах кардиологической аудитории мы подняли этот вопрос? Постараемся с вами это понять. Итак, понятие метаболического синдрома было сформулировано в начале 80-х годов Ревеном, вы видите, основоположником. И он имел несколько названий. Но на сегодняшний день наиболее популярный потребитель это наиболее типичные дислепидемии в составе метаболического синдрома. Артериальная гипертония, соответственно, нарушение углеводного обмена, прежде всего гиперансулины.